Участники форума городские технологии будут внедрять свои разработки в Новосибирске. Сегодня между мэрией и представителями трех компаний подписано соглашение о сотрудничестве. Девиз форума в этом году – технологии будущего уже реальность. Так разработчики интеллектуальной системы регулирования дорожного движения обещают избавить от пробок. Пока не весь Новосибирск, тест будут проводить на одном оживленном участке. Что еще предлагают на форуме городские технологии, расскажет Александр Потенихин. Двухдневный форум городские технологии завершает работу. В этом году и география участников обширнее – от Калининграда до Хабаровска. И представительство разработчиков умных технологий на выставке масштабнее. Всего в экспозиции форума больше 150 компаний разных профилей. Все, что показывают, уже работает и, главное, может сделать жизнь удобнее. Мы занимаемся разработкой оборудования для выращивания растений методом гидропоники. И основной наш продукт, с чего наша компания и началась – это автоматизация для выращивания растений. Ну, положил семечку, нажал на кнопку «Старт» и получил урожай. Масштабный форум – площадка, где можно выгодно представить свои инновации. У города интерес к разработкам прорывным. С самыми перспективными компаниями готовы сотрудничать. Мэрия собирается внедрить задумки разработчиков в реальную городскую жизнь. Нам всегда задают вопросы, что полезного для города этот форум принес. Я хочу сказать, что мы сейчас будем подписывать три договора, которые касаются как раз развития города. Одна из компаний разработала пакет программ «Офис» – аналог западных IT-разработчиков. Их установят в учебных заведениях. Другая инновация – база для защиты информации. Для нас – получение развития новых технологий, прежде всего современных технологий. Мы же гордимся этим, поэтому ставка именно на это. Надеемся, что эти соглашения таким катализирующим фактором будут служить к развитию. Мы говорим сегодня, вот я подчеркиваю, о развитии. В завершении форума с участниками подписывают соглашение о сотрудничестве. Три компании, одна из них, поможет разгрузить улицы от пробок. На магистралях установят систему управления дорожным движением. Говоря проще – умные светофоры. Система будет сама анализировать дорожный трафик. А в случае заторов она переключит светофор так, как нужно. Мы планируем сделать пилот, то есть мы взяли небольшое участок города, где развернуть систему управления светофорами, продемонстрировать ее работу, показать городу, ну и дальше, собственно, систему развернуть на город. Новосибирск, наверное, станет первым городом. Это наша собственная разработка. Новосибирск – это то, где мы сейчас начинаем. Сейчас выбирают, на какой из улиц установят первые умные светофоры. Как говорят разработчики системы, самый оптимальный вариант – улица семьи Шамшиных. Александр Потенихин и Денис Савинский. Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова